Приветствую вас. Давайте мы начнём с того, что скажем вам так. Вы говорите, что у вас есть мир отличия с людьми. Вы говорите, что мне не интересны люди, мне не делали с ними общаться. Что ж, это вполне понятно. Если бы вы хотели с ними общаться, значит они вам для чего-то были бы нужны, потому что хочу, проистекает из желаний. Раз вы не хотите, значит здесь есть два основных варианта развития событий. Первое, то, что вы в действительности в глубине души хотите, но не думайте, что у вас получится. То есть идёт подавление и рационализация. Рационализация, как значительный механизм, довольно часто используется людьми для того, чтобы убедить себя, что им никто не нужен. А в действительности такой рационализации создаётся иллюзия, что человек независим, например, самодостаточен и вообще, так говоря, ни в ком не нуждается. Но при этом, естественно, это не так. И при этом, естественно, что человек очень даже нуждается в окружающих его людях, но не позволяет себе эту нуждаемость осознать и принять. Потому что тогда он будет чувствовать себя слабым и зависимым. А если человек слабый и зависимый, то, соответственно, это плохо. И возникает вопрос. Вполне вероятно, что вы боитесь быть этим самым слабым и зависимым человеком. Если так, то тогда давайте спросим себя, почему вы этого боитесь. Что это негативного для вас несёт? А далее мы попробуем представить себе, что будет, если вы всё-таки слабым и зависимым от людей будите. Что произойдёт? Дальше. Второй вариант развития событий, это при котором вы действительно не нуждаетесь в людях. То есть у вас действительно настолько развита самодостаточность, что люди окружающие вам попросту не нужны. И естественно, тогда у вас не возникает никакой потребности в том, чтобы, например, вступать с этими людьми в контакт, чтобы иметь с ними что-то общее, ну и так далее, так далее, и так далее. И здесь нужно понимать, что в данном контексте, в данном контексте это как бы совершенно нормально. То есть нормально не испытывать к людям ничего, вообще ничего, если вас они не интересуют. И это в некотором роде даже хорошо, что у вас нет потребностей в людях, потому что, кстати говоря, это говорит о наличии у вас в определённой степени самодостаточности. Что могло бы поспособствовать тому, что вы смогли бы выстраивать свои отношения на основах понимания, равнобравия и независимости от чего. Многие люди, кстати говоря, не имеют. То есть это стоит воспринимать как что-то позитивное, если, конечно, речь идёт о втором, действительно, варианте развития событий. И тогда, если речь идёт о втором варианте развития событий, то давайте попробуем с вами рассказать о том, как же вам налаживать взаимодействие с людьми. Как же вам выстраивать их, если вам это не нужно. И вот здесь кроется некоторое, как правильно заметил мой коллега, значит, кроется некоторое противоречие. Вы пишите, что у вас нет желания общаться с людьми. Вы не можете вытащить эмоции, которых у вас нет. Вы не можете проявлять интерес, которого у вас нет. И в итоге вы очень страдаете. Так, а от чего вы страдаете, если вы говорите, что вам очень одиноко, но при этом интерес к общению с людьми у вас нет? То это как бы две, вообще-то говоря, несовместимые совершенно позиции идут. Если вы нуждаетесь в людях, то вы с ними общаетесь. Если вы в людях не нуждаетесь, то вы с ними не общаетесь и ведёте, вообще говоря, ну, довольно натворническую или независимую, одинокую жизнь. Но если вам, если вы говорите, что вы страдаете, если вы говорите, что вам прямо нужно, нужны люди, вы хотите любить, да, и вообще хотите отношений. Возникает вопрос, а для чего? Для чего вы хотите отношений? Это первый вопрос. И второй вопрос взятен вот с чем. Если вы хотите отношений, то как, по вашему мнению, вам нужно их выстраивать? Как вы можете эти отношения выстраивать? Вы говорите интерес. Интерес к людям. Очень, знаете ли, на мой взгляд, любопытная позиция. То есть, отношения между людьми, по вашему мнению, выстраиваются исключительно на интересы друг друга к людям. То есть, люди внезапно, по вашему мнению, ну, или с какой-то последовательностью, проявляют друг другу интересы. Эта позиция, она, знаете, довольно-таки, я бы сказал, изолирована от окружающего, потому что в ней есть некоторые изъяны. И самый главный вариант заключается в том, что прежде чем говорить о интересе к другому, нужно говорить об интересе к себе. Иными словами, вопрос можно поставить так. Какой у вас интерес, что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает, ну, и так далее. Вот это, пожалуй, является куда более важным моментом для вас. Пока вы не сможете определить для себя, что вам интересно, что вам нравится, что вас интересует, пока вы не сможете это для себя определить, ну, вы не сможете и общаться с другими людьми. Вы не сможете никак выстраивать с ними отношения, потому что нет для этого никаких ресурсов. Ресурсы будут только в том случае, если у вас появится что-то общее. А чтобы появилось что-то общее, нужно исходить из того, что интересно вам, и уже это стремиться разделять с другими людьми. То есть вы будете не генерировать у себя интерес как таковой. Это как раз-таки неправильно. Вы не будете генерировать у себя интерес, насильно заставляя себя его испытывать. Здесь вы правы. Ничего хорошего из этого не получится. Но вы будете исходить из ваших интересов и искать смежные с другими людьми. И тогда нужно определить, что вам нравится, что вас привлекает, чему у вас есть способности и так далее. Далее, следующий важный момент, который мне хочется вам сказать, заключается в том, что любите, я хочу любви и отношений. Давайте мы здесь тоже сделаем небольшую пометку. Когда вы говорите, что вы хотите любви и отношений, это условно вы сразу сводите на нет достаточно большое количество шансов построить свои отношения. И вот почему. Любовь и отношения, о которых вы говорите, это то, что человеку не гарантировано. И это значит, что процесс этого всегда практически, ну почти всегда творческий. И если мы говорим о творческом процессе, то это такой процесс, в котором ничего нельзя загадывать заранее. То есть, иными словами, если вы хотите отношений, то автоматически уже вы моделируете некий идеальный образ, идеальную форму этих отношений. И это мешает вам принимать на должном уровне то, что есть в реальной жизни, скажем так. То есть, в реальной жизни есть, например, люди, с которыми бы вы могли построить что-то, построить отношения. В реальной жизни эти люди есть, но вы не делаете этого, потому что у вас есть образ, идеал этих отношений, которые и мешают вам выстраивать то, что у вас есть. То есть, вы отвлекаетесь на образность, на воображаемые модели отношений. Также, нужно сказать, что если вы чего-то хотите, а хотите вы в данном случае отношения, то хотите вы их для себя. То есть, вам они нужны для себя. Правда заключается в том, что отношения для себя, для того, чтобы получить что-то себе, строить нельзя. Потому что это, получается, подход эгоистичный немного, и получается, что вы, опять-таки, используете человека как средство. Средство для достижения своих собственных целей. А это неправильно, потому что если вы используете человека как средство для достижения своих целей, то вы даже не то, что вредите себе, вот даже не то, что вредите другому, а вы вредите себе, потому что вы рискуете впасть в зависимости от этого человека. И для вас это будет очень-очень-очень негативно. И, соответственно, этого нужно избегать. Как? Только путем, значит, понимания того, чего вы хотите в отношениях, и достижения этого другими способами для того, чтобы не быть зависимым в отношениях. Чтобы все-таки в них быть равноправным, независимым, и строить их на основе свободного воли и явления. То есть, прежде чем строить отношения, нужно реализовать то, ради чего вы хотите, эти самые отношения построить. Сусловно говоря, чего вам не хватает. Вот это и нужно обсуждать. С этим и нужно, по сути дела, работать в первую очередь. Далее, вы можете сказать, ну, такую вещь, или вы можете справедливо, по вашему мнению, возразить, что, ну, а также, вот, если я добьюсь чего-то, если я удовлетворю свои желания, нужны мне будут отношения, а самое главное, как я могу удовлетворить свои желания, если для этого мне нужно построить отношения. И здесь на помощь приходит, собственно, поднятие на уровень выше своих желаний. То есть, когда вы хотите построить отношения, вы говорите о некой конкретике. То есть, я хочу конкретно построить отношения для того, и чтобы что-то для себя получить. Это один момент. Но это не единственный. И если мы поднимемся с вами на уровень выше, то вы сможете сказать, что мне нужно, для чего мне нужны отношения, и вам сразу станут понятны, или хотя бы вы увидите, другие возможности для достижения того, чего вы хотите. Другие возможности для реализации того, чего вы хотите. И вот это и будет для вас способом, стимулом для того, чтобы реализовать то, ради чего вы хотите построить эти самые свои отношения. То есть, еще раз, чтобы мы с вами правильно все поняли. Нельзя хотеть построить отношения. Нельзя этого хотеть. Любые отношения – это формы взаимодействия между двумя людьми. И взаимодействие между двумя людьми не подвергается какой-либо регламентации. Любое регламентирование отношения приводит к негативным последствиям. Соответственно, это то, что вам тоже необходимо для себя, на мой взгляд, понять. Как видите, при втором варианте, о котором я говорю, достаточно много есть разветвлений, решений вашей проблемы. И не нужно на самом деле любить кого-то, но нужно поработать над собой и стать более самодостаточным, если все-таки проблема в этом. Ну, судя по тому, что вы пишете, что вам одиноко, вы пишете мне очень одиноко, проблема в том, что вам именно происходит, знаете, как. Слишком сильную значимость вы придаете, например, построению отношений, скорее всего. И эта большая значимость, чересчур большая значимость, она делает задачу построения отношений, скорее всего, для вас невыполнимой. А если это так, то защитный механизм вашей психики и встречает задачу из списка воспользовательных, потому как раз, чтобы вы себя не изводили понапрасну. И тогда, чтобы эта задача стала более или менее выполнимой, необходимо снизить ее значимость. И вот о снижении ее значимости я и хотел, наверное, вам как раз-таки рассказать, что я хочется верить и сделаю. И я надеюсь, вы понимаете, что в любом случае, кто бы что вам сейчас не сказал бы, это все будет лишь мнение, основанное на определенных интерпретациях, связанных с личными знаниями каждого эксперта. Не хотелось бы все-таки быть голословным, не хотелось бы все-таки как-то, ну, увлекаться, я бы сказал, этими предположениями. Хотелось бы все-таки бы работать с вами и понять, в чем же реально, действительно, кроется ваша проблема. Для этого нужно, чтобы вы рассказали свою историю более подробно, в частности, отношения с родителями, которые с большей долей вероятностью, вероятности стали основой для вашего текущего отношения и к себе, и к людям. Кстати, заметил, что у вас немного есть проблемы с самооценкой себя. То есть вы сразу говорите о том, что, мол, вот, я эгоист сразу, и, ну, как бы, вы сразу выстраиваете некую такую, знаете, защиту, защиту от возможных отношений с вам. То есть вы хотите, как бы, оградиться от людей, сказав, что вы эгоист. Вот я эгоист, и все, вы знаете, например, чего от меня ожидаете, и больше всего от меня, как бы, не требуете. Вы знаете, то, что вы эгоист, то, что вы говорите, что вы эгоист, если честно, наводит на достаточно серьезные мысли о том, что, возможно, никакой эгоистичности в вас и нет. То, что вы говорите, возможно, наводит, возможно, свидетельствует, точнее, о том, что у вас есть искажение понятий. Вот это, да, очень может быть, что у вас есть действительно искажение понятий. Но с этим можно будет разобраться. Так вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». И помните, что не нужно себя как-то ломать, не нужно давить на себя. Наоборот, нужно прислушиваться к своим желаниям и делать то, что вы хотите. Вот вы говорите, что я хочу отношений. Это значит, что у вас есть стремление общаться с людьми. Но что-то вам мешает. Возможно, неправильное понимание самого процесса отношений. Для вас общение, отношение с людьми – суть долг. А в действительности это, конечно же, не так. Надо понять, откуда у вас появилось это представление об отношениях, как о некой долге, который нужно выполнять, которому нужно соответствовать. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого лучшего. И удачи!